я сейчас у бассейна рубашку допустила наконец до воды потому что я снимала части своего клипа которые должны были быть в воде пока что еще думаю слушаю музыку и думаю в какой момент еще но основные водные процедуры как говорится закончены нахлебалась воды просто страшно очень сложно на самом деле снимать клип особенно когда в основном во всех ролях ты выступаешь слава богу моя свекровь у которых далекой молодости был опыт тесного общения с миром кинематографа потому что она начала учиться в киноиндустрии но потом поменяла факультет перешла на философский но как говорится глаз наметанный остался видение не холло хорошего да видение кадра осталось и как говорится наши дружеские отношения спокойно нам позволяют совмещать приятное с полезным и мужа своего я не могу просить меня снимать потому что он вечно начинает надо мной прикалываться и в итоге вместо того чтобы изображать какое-то не знаю что я начинаю ужиматься хихикать ну в общем делать не то что мне хотелось бы поэтому с моей свекровью как-то работается легче она меня спросила что ну да понятно она смотрит наши влоги все это отлично видит как мы тут отдыхаем но она говорит ну вот я вижу часть как говорится вашего отдыха а все-таки она говорит как вы отдыхаете потому что она написала что она вообще не умеет отдыхать каждый раз когда куда-то в отпуск едут на море или куда-либо у нее постоянное какое-то чувство каких-то недоделанных дел каких-то незавершенных и вот как мы все-таки отдыхаем как нам это удается сделать но вы знаете мне кажется что это все же зависит от человека потому что есть люди которым по-настоящему удается релаксировать потому что они умеют отключаться а люди которые не умеют от бытовых каких-то дел постоянная какая-то тревога что что-то не доделано что куда-то надо идти что-то сделать потом еще люди делятся на категории пассивных и активных я например из разряда активных поле я например не могу себе представить такого овощного пляжного отдыха чтобы я вот валялась на песке или где-то просто валялась неважно хоть на диване и вот ничего не делала называя этот процесс отдыха у меня это как-то не получается отдых для меня постоянное что-то делание даже вот сейчас когда я с утра с восьми часов казалось бы на отдыхе можно было бы восемь часов не вскакивать но я уже лежала в кровати я еще со сна своего обоих я во сне свой клип уже начала снимать иди ко мне на колено я уже во сне начала свой клип снимать с рубашкой нет без рубашки на этот раз думала в какой момент музыки какое я движение где буду делать и именно это для меня отдых для меня отдых это заниматься чем-то что позволяет отдохнуть моей душе потому что мое тело абсолютно не нуждается в отдыхе в релаксе каком-то я и так весь день в городе с ребенком дома на диване у компьютера на диване у компьютера и от этого я настолько дико устала что для меня активная какая-то деятельность это самое лучшее времяпровождение да и вообще всегда по жизни я никогда не помню чтобы я просто вот валялась и отдыхала но люди разные бывают есть люди спокойно не делай спокойно пляжного типа есть люди которые в горы отправляются в поход или что-то и вот и я иду поход и исследую а что ты исследуешь по микроскопам все мои маленькие вещички уйди моя вещичка маленькая и я путешествовать да ты путешествуешь а ты на чем любишь на машине или самолете на машине на машине но на машине интереснее потому что проезжаешь много в окно чего видишь правда а самолете просто дурацкие было самолете сидишь до дурацкие обла хотя облака в самолете не дурацкие когда они закатные или на рассвете это конечно потрясающее зрелище в общем одним словом потом знаете люди которые на очень напряженной работе вкалывают на отдыхе у них уже мозг привыкший к решению каких-то постоянно поступающих задач и из-за этого тоже конечно мозг не может отдохнуть вот да еще хотела бы небольшое разъяснение дать рубаш не делай такие вещи иди к воде привыкать давай давай круг один постепенно влезай позапрошлом по моему видео или позапрошлом в общем когда я говорила о проблемах рубашки с питанием когда он был намного меньше я там немного неправильную вещь сказала вернее скорее всего недодумав сказала и меня одна моя зрительница поправила я с ней согласна конечно если ребенок резко теряет в весе совершенно категорически ничего не ест конечно же надо его взять к врачу там элементарно сделать анализ крови чтобы посмотреть в чем дело но в нашем случае все было в порядке мы рубашки в ереване бабушка его отвела в лучшую лабораторию мы сделали анализы и бабушка поскольку моя педиатр она сама его осмотрела как говорится и просто мы пришли к выводу и я как психолог детский и она тоже как детский врач мы как-то сели с ней обдумали обговорили обсудили и пришли к выводу что все-таки это результат у него большого стресса который он перенес по моей вине и только после того как мой стресс начал постепенно угасать я иначе начала относиться к ребенку от моего спокойствия получил спокойствие и он и именно тогда он постепенно начал кушать поэтому да безусловно если ребенок у вас совершенно случайно ничего не ест но обязательно к врачу надо сходить и да правильно моя зрительница отметила что вот я этот момент прошляпила вот что еще какие же вы еще мне вопросы задавали а мне постоянно задают вопросы на которые я часто в своих видео отвечала насчет аргентинского образования школы те кто задает мне эти вопросы чтобы я как попугай все время не повторялась чтобы мои все остальные зрители то же самое не слушали я вам советую зайти на моем канале в папку об аргентине там у меня все отдельные видео аргентины касающиеся собраны и я сняла друг за другом буквально видео аргентинские странности глазами иностранки пять частей насколько я помню там и я вам советую все эти части посмотреть вы полностью развернутые ответы получите на казалось бы любые возникающие вопросы которые когда-либо мне задавали касательно всех сфер жизни аргентинской аргентинской жизни ну настолько насколько ее знаю я потому что может быть я чего-то говорю неправильно просто потому что не знаю или у других людей немного другой опыт в той или иной сфере но если вам интересно мое мнение вот вы посмотрите все эти части и получите развернутые ответы так же что еще меня постоянно спрашивают ой вы знаете сейчас не помню давайте мы сейчас с нашими бассейнными делами закончим и как говорится я к вам вернусь как будто она умерла поскольку у нас сегодня тяжелый съемочный день такой активный мы тетя гай вернее она решила приготовить опять-таки пирог который мы делали с брокколи и кунжутом только в этот раз мы сделали с морковкой и кукурузой многие просят детально показать как это готовят я честно говоря приеду домой и там уже покажу вам как этот пирог печется он очень простой но в этот раз это просто нечто получилось только посмотрите какая веселая штука в срезе и кунжут и тесто просто воздушное кусочек просто потрясающий всем еще раз привет выползаю к вам чуть-чуть поболтать потому что потом у меня будет продолжение съемок вот я уже волосы себе подготовила макияж сделала более яркий чем обычно сейчас они у меня должны будут высохнуть немножко у меня сейчас будет такой напряженный момент потому что надо будет закрепить одну часть танца которую я не очень хорошо помню надо несколько раз потренироваться просто после еды надо чтобы все это переварилась хотя бы чуть-чуть сейчас бабушка там в компьютере рубашка со своими конструкторами хотелось бы ответить на парочку вопросов итак меня попросили сказать во первых сколько во сколько нам обошелся отдых значит на почти ну не полный месяц 21 день получается 3 недели в этом году поскольку по всему миру цены взлетели в аргентине доллар тоже в общем жутком состоянии мы заплатили практически столько же сколько в прошлом году мы за месяц а именно это где-то 3 500 3 700 долларов достаточно внушительная сумма хотя учитывая все плюсы подобного отдыха минусов я в этом отдыхе вообще не могу найти конечно стоит выложиться и спокойно по полной программе отдохнуть хотя бы раз в году потому что больше мы в течение года никуда не выбираемся поэтому один раз в году можно уж себе это позволить а сколько стоят здесь дома в целом стоимость домов начинается от 350 тысяч это такой скромненький не совсем большой домик ближе к блокпосту здешнему потому что там не самое выгодное место постоянно машины ездят шумно ну и до нескольких миллионов долларов доходят цены вот вот так вот дальше меня попросили поделиться своими соображениями вот на какую тему касающуюся женской дружбы одна моя зрительница написала что всю жизнь она дружила с одной девушкой потом по велению судьбы они обе оказались в разных странах их разделяет большое расстояние и вот чем дольше они живут вдали друг от друга тем сильнее между ними такая контактная пропасть возникает то есть практически перестали переписываться созваниваться ну там по скайпу или почему я не знаю практически ничем не делится у той девушки новые друзья круг новых друзей появился ну и конечно же вопрошающей меня стало обидно что такая многолетняя дружба вдруг фактически тает у нее на глазах и она меня спрашивает в чем суть вопроса стоит ли обижаться на эту девушку стоит ли вообще как-то указать ей на этот факт вы знаете я думаю не стоит потому что подобное отчуждение оно вполне логично в любом случае не надо с человеком портить отношения у меня например есть одна моя институтская подруга с которой я уже ну с девяносто восьмого года мы с ней очень близко дружим но волей у судьбы и у нее всякие проблемы дела в жизни возникли я тут застряла и не на один из важных событий не на одной из важных событий ее жизни я не смогла приехать попасть одним словом переписываемся мы наверное раз в год встречаемся даже в Ереване когда встречаемся два-три раза не больше потому что у нее уже своя жизнь муж появился ну и так далее и тому подобное мне очень и очень больно конечно за сам факт но когда мы встречаемся даже этих двух-трех разов нам настолько хватает то есть мы успеваем поговорить обо всем на свете мы обратно тут газон косят мы обратно попадаем в какое-то такое очень молодое и приятное состояние сидим вспоминаем кучу всего делимся новостями и даже так нам интереснее общаться чем если бы мы каждый день виделись в любом случае не надо человека обижать не надо лишний раз создавать какой-то напряг между вами то что вы никогда не знаете может быть все опять изменится ну даже если не изменится все равно не стоит моя близкая подруга то есть вернее две мои близкие подруги одна в Москве живет другая в Ереване и стоимость что в Москве мы вообще реже видимся то что в Ереване хоть три месяца в году мы видимся но тем не менее мы стараемся активно поддерживать отношения очень часто друг другу посылаем аудиописьма то есть в курсе событий жизни друг друга по полной программе ну в общем это все от людей записи потом знаете дружба особенно в молодые годы она претерпевает ряд изменений в процессе того как человек взрослеет вполне возможно может быть ваша подруга новые интересы приобрела которым вполне отвечают ее новые знакомые интересы которые она с вами не разделяла а вы попробуйте с ней пообщаться когда будете с ней общаться поинтересуетесь что нового в ее жизни есть может быть вы как-то сможете поучаствовать а если нет ну значит такова судьба значит вам не суждено дальше по жизни идти вместе из-за этого убиваться мучиться страдать уж точно не стоит это я на сто процентов в этом уверена вот так что пока что все я сейчас еще немножко дух переведу и начну репетировать чтобы уже ближе к вечеру когда уже будет такое красивое закатное солнце чтобы начать свои съемки очень волнуюсь очень переживаю надеюсь что вам понравится правда когда клип выйдет в эфир я не могу сказать потому что мне надо будет над ним работать всякие какие-нибудь визуальные спецэффекты какое-то интересное освещение делать но одним у нас достаточно странная погода такие черные тучи висят если будет видно вон там такое все клип я свой на 90 процентов отсняла не знаю осталась результатом довольна или нет но сделала все что у меня бешено болят колени у меня бешено болит все тело и то что я сегодня не сделала зарядку я по-моему за два часа где-то съемок полностью компенсировала и сейчас последние минуты мелодии где уже самого танца как такового нету мы идем в другом месте снимать уже не дома так что ой подождите я хочу вам показать потрясающе потрясающее небо вы только посмотрите какие облака ура вообще сумасшедший рубашка пытается припарковать свой велосипед рубаш руб 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 вот волоса ки хи хи съемки закончились ура м м м м ну все съемки провели меня вот что творится такой у нас ветер и резко как-то прохладнило завтра обещают максимум 23 градуса но будет солнечно так что я не знаю сегодняшний блог был для вас интересным или нет я в промежутках между съемками клипа как-то попыталась с вами пообщаться надеюсь что все удалось так что всем большое спасибо за внимание и встретимся завтра пока